Здравствуйте, уважаемые пациенты. Меня зовут доктор Емельянова Мария Константиновна. Я специалист клиники Мегастон по гнотологии. Что такое гнотология? Гнотология – это раздел стоматологии, который изучает соотношения через день. Все больше и больше пациенты обращаются в нашу клинику с проблемами отживания, с проблемами изменения лица. Давайте разберем, что происходит. А происходит вот что. С течением жизни высота прикуса снижается, нижняя челюсть уходит назад под воздействием мышц, и овал лица теряет четкость. С этим нарушается функция оживания. Сейчас в стоматологии появилась, можно сказать, ноу-хау. Это потрясающая методика восстановления функционального соотношения челюстей, который называется нейромышечная стоматология. Обратите внимание на экран. К нам обратилась пациентка, 40 лет, с жалобами на ухудшение функции оживания, некрасивые зубы, а также потерю четкости обала лица. И мы этой пациентке помогли. Давайте разберем, что же с ней произошло. Обратите внимание на экран. Это лицо в фаз пациентки. Вот что произошло с зубами. То есть, зубы с течением жизни стерлись. Здесь крайняя степень стертости зубов, однако у многих пациентов встречается такая же стираемость, которая приводит к снижению нижней трети лица. Теперь обратите внимание на экран. Лицо человека в фаз делится на три трети. Верхнюю треть, среднюю треть и нижнюю треть. В норме эти трети лица должны быть одинаковой высоты. Однако здесь мы четко видим, что произошло снижение нижней трети лица из-за стираемости зубов. То есть, высота прикуса снизилась, поэтому челюсти, они должны смыкаться друг с другом, и нижняя треть лица тоже уменьшилась. Из-за этого появились брыли, из-за этого потерял четкость овал лица. Также из-за этого нарушилась функция жевания, потому что в боковых отделах стало слишком мало места. Чем мы можем помочь в этом случае? У нас есть инновационный аппарат нейромышечной стоматологии. Называется он миотроникс. Это аппарат, который подает высокочастотные электрические токи на специальные электроды, которые крепятся к мышцам, поддерживающим нижнюю челюсть. После часового сеанса на этом аппарате мышцы, держащие нижнюю челюсть, расслабляется, и челюсть становится в физиологическое положение, раскрывая и увеличивая нижнюю треть лица. Далее мы регистрируем новое положение нижней челюсти, и вся работа уже идет в этом положении. Очень важно для наших пациентов, а особенно для пациентов, дизайн зубов. Для этого мы просматриваем фотографии, выбираем нужный дизайн зубов и заказываем этот дизайн у нашего техника для воскового моделирования. В данном случае мы с пациенткой выбрали вот этот дизайн зубов, который нам в последующем техник воспроизведет в ГОСКИ. Обратите внимание, насколько мы смогли раскрыть прикус. Это модели зубов пациентки. Голубое – это так называемый регистрат, то есть это силиконовая масса, которая показывает нам, сколько объема мы добились, какую высоту мы сможем увеличить. Это в боковой проекции. Обратите внимание, насколько будут удлиненные зубы и насколько, значит, прошла стираемая зуба. Далее техник по нашей фотографии уже в новой высоте прикуса смоделировал восковые зубы. Следующим этапом идет примерка этой формы и высоты зубов пациентки. На этом этапе мы можем посмотреть, насколько пациентке подходит форма, размер, цвет будущих зубов без препарирования. То есть этот этап очень важен, потому что именно на нем мы можем все посмотреть и все отработать. Если что-то не нравится, мы производим коррекцию прямо в полость рта. Это пластиковые зубы, которые пациент может носить до месяца. Это профиль лица уже с новыми пластмассовыми зубами, то есть с примеркой. Обратите внимание, насколько изменилось и помолодело лицо. На этой фотографии мы видим, насколько изменилась высота нижнего отдела лица после проведения сеанса нейромышечной стоматологии. Далее мы непосредственно подготавливаем зубы и уже изготавливаем полноценные коронки или любые другие ортопедические конструкции уже из самых современных материалов. Это оксид цирконии и цельная керамика IMAX. Обратите внимание, окончательная работа в полость рта. Мне кажется, что мы добились вау-эффекта, плюс получили прекрасный функциональный результат. Вот так наша пациентка выглядит после окончания лечения. Зубы совершенно естественные, жевательная функция и овал лица на стану. Уважаемые пациенты, я вас приглашаю на консультацию по гнотологии. Если у вас будет желание, я все расскажу, покажу по нашей новой методике. Спасибо за внимание.